здравствуйте в эфире программа городские встречи и сегодня у нас в гостях александр синицын художник из рязани да да александр ну давай начнем с того что расскажи пожалуйста вот немножко о своем творчестве чем-то занимаешься на самом деле направление несколько это и художественной деятельности общественной деятельности но сейчас конечно больше по художке силы затрачиваю потому что ну скажем так время такое наступили интересные времена до в которых по моему мнению сферу услуг вот в которой располагаются художники они остаются в том числе как и многие одними из самых незащищенных поэтому ну сейчас работаем над тем чтобы в принципе как-то ребят с рязани объединить и попытаться ну дать им работу в каком жанре больше всего нравится рисовать да много на самом деле за последние два года для себя попробовал и граффити стрит-арт на стенах различных совершенно и иллюстрации сейчас и картины дома пишу ну пожалуй только в диджитал ну то есть я занимался диджитал иллюстрациями где-то наверное году в пятнадцатом шестнадцатом сейчас я этим не занимаюсь а именно хочется работать с натуральными материалами но вот именно хочется прикладные какие-то штуки делать то есть я например у себя уже писал что и стрит-арт проекты и какие-то графические иллюстрации связанные с городом их можно делать и собственно тогда кто-то должен начать это продвигать да в том числе естественно многие художники это делают в рязани но у каждого свой взгляд поэтому ну как сказал один известный деятель именно на стыке компетенции рождаются какие-то очень интересные на связи и продукты и поэтому да я сейчас перехожу от одной от одного направления к другому ну в общем пробу пробу разное вот уже затронули тему то что художникам нужна какая-то помощь поддержка расскажите вот сейчас насколько известно идут переговоры да с некоторыми учреждениями чем будет заключаться поддержка какая вообще нужна поддержка художникам мы общались до с горьковской библиотекой но я думаю на самом деле что найдутся и другие площадки по сейчас идет скажем так такая рефлексия она идет уже понятно не первый месяц не первый год но сейчас усиленно и различные бюджетные и небюджетные учреждения стараются найти пути по тому как вот креативной индустрии креативный класс можно если так назвать именно в хорошем понимании этого слова пытаются как-то продвинуть и знаете до меня сегодня такая вот ночью буквально мысль пришла что на самом деле вот эти креативные люди которые могут что-то создавать их действительно можно направить правильное русло представьте себе художника который выходит из нашего рязанского училища художественного а куда он после этого идет он идет либо в фирмы которые занимаются полиграфии то есть он сидит за компьютером и подготавливает к печати какие-то определенные макеты хотя например стремился писать картины или там расписывать какие-то определенные плоскости и у него нет возможности найти эту работу у него нет выхода на бизнес у него нету выхода на сми или на бюджетные учреждения хотя опять же многим бюджетным учреждениям стоило бы я считаю именно посотрудничать художниками ну по своему опыту то есть расписывал школы и больницы и библиотеки и вижу что этих социальных объектов достаточно много и детям в основном которые потом в них находятся им очень нравится оформление и если можно таким образом принести скажем так вин вин да ситуацию все выигрывают почему бы нет но для этого нужна определенная координация и для того чтобы скоординировать естественно нужны определенные там ломы да лидер общественного мнения или там какие-то определенные чиновники ну будем с этим работать как мы уже затронули вы много делать проектов для нашего города давайте остановимся на одном из по росписи телекоммуникационных шкафов вот расскажите что это за проект как давно он реализуется в нашем городе и планируется ли продолжение да мы начали его делать сейчас скажу в мае прошел года и сейчас расписано 8 шкафов два с прошлого года перенеслись на этот уже 5 еще одобрили будут они тоже в центральных местах в городе вы обязательно их увидите все темов тему мы продолжаем с рязанскими наличниками рязанскими пейзажами единственный шкаф решили немножечко отойти от именно этой концепции там будет вид изнутри из дома есенина в константиново отсидом на церквушку я думаю что поскольку это шкафы только на первый квартал то есть дом марта я думаю что и летом вся эта штука продолжится и вообще в принципе у нас задумок по стрит-арту достаточно много и торговый городок открывается к осени ну какие-то определенные павильоны может там найдем какие точки соприкосновения да и в целом художников ребят много плюс есть день города на который мы уже обговаривали с властями но вот именно в рамках моей работы в молодежной администрации продолжение граффити на михайловском шоссе я думаю что опять же пойдут найдутся еще какие-то плоскости поэтому ну скажем так обращайтесь будем объединение молодых художников каких-то делать как горожане реагирует вот знаете знаю да и в процессе работы были интересные моменты например я расписывал шкаф наполонского и в один из дней прихожу утром часов в девять и еще не на незаконченной работе на уже подсохшей висит записка спасибо очень красиво получилось и смайлик и в целом или ну моментов вандализма вообще не было то есть вот как мы начали этот проект ну пожалуй в паре мест были какие-то я так понимаю просто непредвиденные обстоятельства но в целом рязанцы реагируют очень позитивно и это не может не радовать потому что когда вот идет такое и пускай не искусство не самое высшее искусство данное искусство в массы и люди на это позитивно реагируют значит есть хорошая почва значит есть чем работать и значит людей можно вдохновлять давать им что-то новое но это вообще хорошо это очень хорошо что люди реагируют так также у вас есть еще такой проект если можно так назвать это открытки да которые вы рисуете вот сколько уже вышло открыток где их можно посмотреть и в каком стиле эти открытки рисуются это акварель и акварель для себя открыл буквально три недели назад как только очень многие сели по домам я понял что ну на мой личный взгляд сейчас начнется некий такой взгляд в себя вот что в россии что в рязани люди мне кажется в ближайшее время начнут во первых заниматься больше на внутренним туризмом что очевидно плюс они начнут исходя из этого изучать местное больше заниматься краеведением вполне возможно и контент который посвящен городу мне кажется в этот момент очень важен сейчас я нарисовал сейчас скажу вот 23 сегодня ночью иллюстрацию закончил я думаю что до 30 в этом месяце точно доведу а потом посмотрим в основном это архитектура архитектура времен российской империи времен советского союза которая была создана в рязани и сейчас постепенно уже эти зарисовки перетекают в область с косимова уже одна есть иллюстрация переблис рисуется старожилово рисуется так что я думаю тут будет даже не один набор открыток прям полноценная контент база для на самом деле для чего угодно потому что мы видели допустим бренд рязани да и элементы которые использовались при его презентации в том числе акварели это тоже натолкнула на мысль а почему бы не прорисовать больше или какие-то другие издания потому что по моему тоже личному мнению знаете есть такой интересное явление когда что-то нарисовано или что-то сфотографировано оно начинает как бы существовать в главе у зрителя когда никто не рисует какой-нибудь не знаю условно кинотеатр родина да на улице ленина люди меньше обращают на него внимание когда ты его нарисовал люди думают а почему ты его нарисовал значит у него есть какая-то ценность и начинают интересовать свою историю и вот именно с этой целью я сейчас прохожусь вот первый шалон это здание не самые популярные не самые не самые трендовые но на которых обязательно надо сконцентрировать внимание потому что они могут пропасть вот как особняки расковых на площади свободы вот меня вот последняя иллюстрация сегодня ночью он как и многие многие другие поэтому это не только не только про творчество не только про туризм но мне кажется у этого есть такая социальная роль когда ты концентрируешь внимание на объектах которые важны для города но уже рязанцы могут ходить да в соцсетях они активно да да ну постепенно в различных соцсетях пощуя у себя на телеграм-канале и вконтакте конечно сейчас я знаете начал сканировать их то есть когда фотографируешь сканируешь качество абсолютно другое и я думаю что в ближайшее время буду выкладывать конечно и полноценного хорошего качества но уже когда открытки будут отправлены в печать и можно уже быть там не беспокоиться по поводу авторского права хотя бы их можно там будет приобрести сувенирных да 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 конечно помимо декоративного прикладного творчества ты еще занимаешься логингом вот давай расскажем про youtube канал там на самом деле все начиналось с маленьких уроков и примеров того как лепить еще три года назад впоследствии все это переросло в передачу архлик без по истории архитектуры истории культуры сейчас последние по моему 4 месяца я снимаю именно видео определенные зарисовки для города просто городские ролики там от минуты но я думаю сейчас наступит такой более менее теплый период в городе и можно будет во первых продолжать заниматься съемкой передачи уже именно по истории города я очень хочу запустить формат коротенький минутный по выпускам которые будут легко распространяться будут не нагружены сильно датами фамилиями информации но будут такими вирусными то есть про какие-то праздники в городе которые были про каких-то людей про какие-то здания что на месте их располагалось но коротко то есть 60 секунд максимальный хронометраж я думаю минимальный определенный будет формат и мне кажется что именно вот когда ты с точки зрения молодежи показываешь и подаёшь историю города она начинает прислушиваться я просто помню себя в 17-18 лет как я слушал каких-то лекторов мгу мгимо лекции на ю тубе часовые полутора часовые и думал ну наверное чё-то со мной не так ну в плане того что на лектором по 70 лет и довольно далеко не каждый выдерживает такие штуки а когда ты как представитель молодежи общаешься этой молодежью им легче намного воспринимать да и ты говоришь с ними одним языком поэтому я думаю что именно сейчас молодежь надо привлекать и к творчеству и к изучению города потому что ну это те люди которым город останется формат архиелик без вот этот расскажи что там про ну изначально задумывалось два два направления это история архитектуры классицизма 18 19 век потом это переросло в историю средневековья потом древний древняя гречица древний рим египет сейчас уже на индию замахнулся ну постепенно разрастаюсь просто сейчас тоже еще локации определенные для съемок новые потому что формат всегда надо стремиться к тому чтобы улучшать в какой-то момент я даже начал рассказывать о художниках конкретно художниках о личностях есть задумка рассказывать о определенных художественных произведениях то есть историю определенной картины и детали как она задумывалась или скульптуры история определенных художников вот у меня был выпуск про ганса гигера это человека который создал концепцию чужого фильма художник я думаю что будут и другие другие которых можно в принципе поделиться и открыть в том числе для рязанцев в том числе с рязанскими примерами что-то новое как у любого творческого человека должны быть какие-то творческие планы какие если они есть может быть поделишься но если коротко есть проект по телекоммуникационным шкафам есть проект по иллюстрациям по передаче по истории города есть работа в молодежной администрации где мы с городом сотрудничаем по некоторым вопросам я думаю добьемся определенных шагов полезных для города и для рязанцев в виде каких-то проектов я думаю время покажет но скажем так вот по иллюстрациям точно март-апрель я буду продолжать ну какая-то цель финальная например это отрисовать основные памятники архитектуры в рязани в рязанской области сколько их будет 100 150 будут ли привлечены еще какие-то художники посмотрим потому что сейчас я в этом плане один но я думаю что присоединятся в ближайшее время другие люди и я думаю что все таки какое-то арт сообщество будет создано потому что появляются новые мысли появляются новые движения просто ними хочется работать и развивать творческую среду в городе спасибо большое на этом у нас все программа городские встречи подошла к своему завершению с вами был герман гущин увидимся